Если вы принесли Библии, давайте вместе прочтем из Евангелия от Иоанна, 10 главы. Этот отрывок был основой моих проповедей последние 7 месяцев. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Начиная с 9 стиха. Давайте прочтем 9 и 10 стихи вместе вслух. Готовы? Читаем. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Обратите внимание, он сказал, что вор приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Здесь используется греческое слово «зоя», «жизнь Божья», «жизнь самого Бога». «Жизнь с избытком», как у Бога. Он говорит, «Я пришел, чтобы имели жизнь, но чтобы это была не просто жизнь, а жизнь с избытком». Послушайте, как этот стих звучит в расширенном переводе, в 10 стихе. Он говорит, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и уничтожить. Я пришел, чтобы они имели жизнь и наслаждались жизнью». Давайте на этом остановимся. Он сказал, чтобы имели жизнь и наслаждались жизнью. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, «Пришло время наслаждаться жизнью». Мы христиане, но это не значит, что мы не должны наслаждаться жизнью. Более того, наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие должны именно те, кто был избавлен от тьмы и призван в чудный свет Божий. Он сказал, «Я пришел, чтобы они имели жизнь, наслаждались жизнью и имели ее с избытком, наполненную и переполненную». Мне кажется, вы меня не расслышали. Он говорит, что наша жизнь должна быть с избытком, должна быть наполненной и переполненной. Я повторю еще раз. Он говорит, что наша жизнь должна быть с избытком, должна быть наполненной и переполненной. Из этих слов я понимаю, что Божья воля в том, чтобы в моей жизни было изобилие Друзья мои, жизнь в изобилии — это не жизнь от зарплаты до зарплаты Жизнь в изобилии — это не жизнь в волнениях о том, какая болезнь будет следующей Это не называется жизнью с избытком, если ты волнуешься о своем ребенке и подростке Вдруг он станет наркоманом или случится что-то еще Вот что я вам скажу, друзья Он сказал, что мы должны жить с избытком Скажем вместе громко С избытком Он сказал, что мы должны жить наполненной жизнью Скажем вместе громко, наполненной Он также сказал, что наша жизнь должна быть переполненной Вместе громко переполненной Я провозглашаю во имя Иисуса, что мы сейчас имеем изобилие благословений Божьих Вместе громко, изобилие Крикните все, я преисполнен Божьих благословений Сейчас Как прекрасно, что мы можем провозглашать то, во что верим Какое благословение, что Бог послал Своего Сына и Иисуса, чтобы мы имели жизнь с избытком Наполненную и переполненную Кто из вас знает, что от нас зависит, будет ли наша жизнь переполненной То есть, само собой, ничего не переполнится Кое-что должны мы сделать сами, чтобы увидеть этот избыток Давайте вместе откроем Евангелие от Марка Главу 10 Прочтем стих 17 Марка, глава 10, стих 17 Стих 17 говорит Когда выходил он в путь, подбежал некто и пал пред ним на колени и спросил его Учитель благий Обратите внимание на вопрос Что мне делать, чтобы и наследовать жизнь вечную? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, жизнь Божью, жизнь с избытком? Что мне сделать для этого? Хороший вопрос Хороший, потому что, не имея ответа на этот вопрос, у тебя не будет избытка в жизни Какова моя роль в этой жизни, Зоя? Что должен сделать я, чтобы иметь вечную Божью? Ведь жизнь Зоя — это жизнь, которой живет сам Бог Что мне сделать, чтобы стать причастником такой жизни? Примечательно, что здесь сказал Иисус Иисус сказал ему Что ты называешь меня благем? Никто не благ, как только один Бог Знаешь заповеди? Ты знаешь заповеди? Ты знаешь заповеди? Он сказал о заповедях Моисея Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, Почитай отца твоего и мать Он перечислил шесть заповедей, стих 20-й Он же сказал ему ответ Учитель, все это сохранил я от юности моей Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему Одного тебе не достает Он сказал Тебе не хватает одного, чтобы получить ответ на твой вопрос Теперь давайте откроем Луки 10-я глава И мы увидим законника, который задал тот же вопрос От Луки 10-я глава Сегодня мы говорим о том Что нам нужно делать, чтобы жить жизнью с избытком Наполненной и переполненной жизнью Я не имею в виду только изобилие денег Я имею в виду изобилие семейного счастья Я имею в виду изобилие помазания И включаю изобилие денег Но не только изобилие денег Потому что жизнь — это не только деньги Вы меня понимаете? Деньги необходимы для жизни, но необходимо и другое И Бог Отец заботится обо всех сперах вашей жизни Изобилие в мудрости Изобилие в познании Бога Изобилие откровений Если у вас это будет, то будут и деньги Вы слышите меня? Стих 25, Евангелие от Луки Глава 10-я И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вместе громко тот же вопрос «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал ему «В законе что написано?» «Как читаешь?» Он сказал в ответ «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал!» «Так поступай, и будешь жить» Обратите внимание на то, что здесь происходит Этот человек задал вопрос «Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Иисус сказал «А что ты читаешь в законе?» Он ответил «Вот что я читаю «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя» Иисус сказал этому законнику «Ты поступил правильно, поступай так, и будешь жить жизнью Зоя» Он дал правильный ответ «Я не буду долго объяснять, чтобы подвести вас к ответу» Вон он ответ «Что нужно делать, чтобы жить с избытком, наполненной и переполненной жизнью?» Ответ «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей силой твоей, А потом, возлюби маму и папу, знакомых и соседей, и всех остальных» И поступая так, будешь жить с избытком, жизнью, наполненной и переполненной Друзья, я наконец понял, что такое истинное процветание Процветание — это выражение любви Бога Отца к Его детям Отец не хочет, чтобы вы нуждались Он не хочет, чтобы вы были банкротами, униженными, разочарованными, больными, при смерти, несчастными в семье, в ссоре с близкими Отец не хочет, чтобы его дети в чем-то нуждались Итак, процветание — это не деньги Деньги сами по себе не могут сделать человека процветающим Нельзя пользоваться людьми, чтобы приобретать деньги Нужно использовать деньги, чтобы благословлять людей Деньги должны служить любви Деньги — это лишь одна из сфер, о которых будет заботиться Бог У меня есть дети Им нужна моя любовь, мое внимание, но им нужны и деньги Вы понимаете? Они меня зовут Папа Эль Шадай Мне нужны кроссовки Папа Дай, Папа Дай, Папа Дай, Папа Дай Да, это тоже нужно Но так долго и слишком долго мы считали, что деньги и есть процветание Процветание — это не только деньги Процветание — это выражение Божьей любви Выражение Его желания, чтобы Его дети Жили наполненной и преисполненной жизнью с избытком Он говорит, что мы должны для этого делать Любить Бога всем сердцем, всей душою, всей силой И всем разумением И позже я покажу еще «любить врагов своих» Легко любить тех, кого любить легко Но Он желает, чтобы вы любили других Потому что Он Сам есть любовь Он сможет проявлять себя среди людей только тогда Когда мы будем высвобождать то, что Он вложил в нас Я забежал немного вперед И вы, наверное, думаете О чем это Он говорит? Бог есть любовь Аминь? Когда вы любите, Он может проявить себя И проявить себя среди людей Он может только тогда, когда вы проявляете ту любовь, которую Он вложил в вас Тогда Он может изменить и окружающих вас Потому что Он есть любовь Любовь Агапе А теперь послушайте Большинство людей, когда речь идет о любви Имеют собственное сформированное культурой понимание слова «любовь» Поэтому сегодня я хочу дать вам четкое определение тому, о чем говорю Потому что хочу показать вам нечто удивительное О чем я хотел рассказать вам целый год Чтобы вы могли передать это людям в своих городах и странах Чтобы эти люди узнали, что нужно делать, чтобы жить наполненной и переполненной жизнью с избытком Давайте откроем Евангелие от Матфея, глава 22 Начнем, я думаю, мы уже давно начали Матфея, 22 Позвольте задать вам вопрос Кто из вас хотел бы жить наполненной и переполненной жизнью с избытком? Если сегодня я покажу вам, что для этого сделать, вы это сделаете? Мы всегда думали, для процветания нужна лишь куча денег Всякий раз, встречая в Библии слово «семя», мы автоматически считали, что имеется в виду финансы Но семя — это слово И слово — это семя, которое определяет любое процветание в Божьем Царстве Вы сотворены из праха земного Вы — суд Божий Вы — Божье поле Он дал вам нетленное слово, которое есть прежде всего семя для посева в эту землю А когда вы возьмете это сверхъестественное семя и посадите его в почву своего сердца, оно вырастет в жизнь Наполненную И преисполненную И с избытком Если вы думаете, что и без семени вы сможете побежать к этим ступеням и положить на них деньги Я говорю вам, что вы сильно ошибаетесь, и докажу это Проповедник, который не верит в финансовое процветание, может приносить пожертвования, но при этом не иметь финансового успеха Почему? Потому что у него нет слова, которое бы принесло ему откровение о финансовом процветании И хотя он и положил деньги в корзину для пожертвований, он не посеял семя в свое сердце, а значит ничего не взойдет Семя Божьего Слова — это Оно дает процветание во всех аспектах Божьего Царства Слово Божье — это сила Божья И поэтому он говорит, что он держит все словом своей силы Почему он это сказал? Потому что Слово и есть его сила Сила семени Вначале Бог дал людям два дара Он дал им власть и дал им семя А имея власть и семя, можно владычествовать Можно делать все, что нужно делать А теперь взгляните Матфея, 22 глава Вы и представить себе не можете, что значит провести 20 лет в поисках В поисках самого важного, сущности всего Для того, чтобы поделиться найденным с людьми Некоторые утратили надежду, разочаровались, пробуя все, чему их учили Они жертвуют, отдают десятину, молятся и ходят в церковь, но без результатов Без тех результатов, какие должны быть Я больше не хочу видеть наше разочарование Если вы меня послушаете Придет конец всем дням разочарований И не имеет значения, учились ли вы в институте или училище Или вообще нигде не учились Если вы исполняете то, что Иисус повелевает нам исполнять здесь Я гарантирую, что вы выйдете из безнадежности и разочарований Вы выйдете из подземелья и войдете в царские палаты Вы будете жить жизнью с избытком, наполненной и переполненной И когда ваша жизнь начнет переполняться Вы можете найти человека в том же состоянии, в котором были и вы И поделитесь избытком, оставив след, который никто никогда не сотрет Аллилуйя Мне нужно торопиться А у меня внутри кипят 25 часов проповеди Слава Богу, Аллилуйя Я могу отпустить тех из вас, кто спешит на концерт А мы здесь задержимся, здесь лучше, чем на концерте Аллилуйя, Слава Богу Матфея, 22 глава, стих 34 Хорошо, прочтем А фарисеи, услышав, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе И один из них, законник, не следит с этим законником И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим И всей душою твоею и всем разумением твоим Сия есть первая и наибольшая заповедь Вторая же подобна ей Возлюби ближнего твоего, как самого себя На сих двух заповедях На сих двух заповедях На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки В Ветхом Завете есть закон Моисея, а в Новом Завете есть закон Иисуса. Закон Иисуса будет исполнением любого другого закона, данного когда-либо. Он сказал, что на этой заповеди утверждается весь закон, весь закон, все пророки, все принципы. Все утверждается на этом одном законе. Вера действует любовью. Галатам 5,6 Ответ на молитву действует любовью. Законы процветания действуют любовью. Законы исцеления действуют любовью. Дары Духа действуют любовью. Помазание действует любовью. Божья любовь. Эта любовь подобна гордине. Представьте себе, это гордина. На эту гордину вешают шторы. Но гордина должна быть закреплена. И тогда шторы, висящие на ней, будут закреплены. Аллилуйя. Но если эта гордина упадет, тогда и все висящее на гордине упадет. Твоя вера упадет. Ответ на молитву упадет. Процветание упадет. Даже твое даяние... Вспомните, что Иисус сказал человеку, который принес деньги в храм и положил их на жертвенник. Вижу, что у тебя ссора с братом. Оставь дар твоего жертвенника. Примирись с братом. А потом возвращайся. Займешься нашими делами. Все утверждается на законе любви. Чем бы вы ни занимались. Все утверждается на нем. Кто-то скажет, я знаю, что исполнен Духа. «Потому что у меня есть дары». Нет. Вот свидетельство того, кто исполнен Его Духа. Если ты наполнен Его любовью, тогда ты наполнен Его Духом. Потому что Бог есть любовь. И если ты не исполнен любви, то значит и Духом ты не исполнен. Все. Послушайте. Я здесь не просто говорю, стою. Любовь, 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 любовь. Это нечто большое. Нет. Вот что я хочу вам сказать. Я достиг конца своих поисков и пытаюсь объяснить это вам, что это фундамент Божьего Царства. Дальше некуда идти. Все. И неважно, чему мы научились. Слава Богу за наши принципы. Слава Богу за принципы веры и свободы. И слава Богу за все, чему мы научились. Но я говорю вам. Мы коснулись дна. И мы достигли корней. Он сказал в послании к Киевесинам, что мы должны укорениться любви. Глубже пойти нельзя. Все. Я лоза, а вы ветви. Не углубляйтесь глубже лозы. Если мы не поймем этого, то все, что утверждается на этом, не устоит. Жизнь с избытком наполненная и переполненная вот все, что на гордине. Но если вы удовлетворены посредственностью, вам не нужно слушать продолжение этой проповеди. Если вам достаточно пары ответов вместо ответов на все мои молитвы, вам не нужно слушать эту проповедь. Вам надоело видеть, как люди страдают, болеют, живут в нужде и разочаровании, под властью эмоций и в руинах разводов. Ведь так быть не должно. Но как поступить правильно, если не знаешь, что правильно? Вы меня понимаете? Все рожденные свыше христиане знают, что должны любить друг друга. Все это знают. Но Бог повелел мне напомнить об этом. Можно взять все наши проповеди и поставить заповедь любви над всеми ними. И проповеди зазвучат иначе и, наверное, лучше. В послании Галатам говорится, что одно из дел плоти — это колдовство, что есть манипулирование или использование чувства вины и осуждения, чтобы заставить людей что-то исполнять. Когда я начал это понимать, я начал понимать, что за кафедрами американских церквей больше колдунов, потому что доказательство манипулирования — это когда человек со временем перестает делать то, что его заставили делать посредством манипулирования. Может быть, какое-то время они и будут делать, но когда-то это прекратится. Вы можете сказать им, «Тебе должно быть стыдно, у тебя пятеро детей, а ты отказываешься служить в воскресной школе, чужие люди заботятся о твоих детях, а ты не хочешь хотя бы раз в месяц потрудиться там». И потом, из чувства вины, они идут туда и работают. Но через месяц вы их там не увидите. Потому что так бывает, если людьми манипулируют. Я могу рассказать, как мы брали стихи из Библии и манипулировали ими, чтобы заставлять людей делать что-то, что считаем нужным. И рассказывали, что они пойдут в ад. И я с этим покончил, потому что могу с вами об этом говорить. Расскажи им о том, что они идут в ад. Расскажи им, что Бог повелевает давать десятину. И так далее. Знаете, что я узнал о приношении десятины? Десятину нужно приносить, потому что любишь Бога, уважаешь Бога, и почитаешь Бога. Теперь послушайте. Я знаю, что это вас хорошенько встряхнет. Нигде в Евангелиях вы не найдете, чтобы Иисус кому-то повелел давать десятину. Да, Он кое-что сказал на эту тему. Но в Евангелиях Он не повелел людям давать десятину. Послушайте, я знаю, это вас хорошенько встряхнет, но нигде в Евангелиях вы не найдете, чтобы Иисус кому-то повелел давать десятину. Там нет этого. Кто-то скажет, в книге Малахии Бог сказал, принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы была пища в доме моем, и этим испытайте меня, а если не принесете, то будете прокляты. Да, вы правы, он действительно сказал это, но обращался к буттарям, людям, которые жили во грехе. Я не бунтую против Бога, эти слова ко мне не относятся. Мне не нужно повеление давать десятину. Я люблю Бога, даю десятину, потому что люблю Его. Даю десятину, потому что почитаю Его. Даю десятину, потому что уважаю Его. Вам не нужно манипулировать мной? Бог слишком добр к рефла-доллару, чтобы ему не отдать 10% Богу. Для того, чтобы я давал десятину, мне не нужна заповедь. Эти люди совершали грех, нарушая заповедь, воруя десятину. Кто-то может спросить, для кого тогда это повеление? Для тех, кто не дает десятину. Если вы не даете десятину, слова из Малахии для вас. Но слова из Малахии не для тех, кто дает десятину. Вы понимаете, что я вам говорю? Итак, говорите слова из Малахии тем, кто не дает десятину. А тем, кто дает, он не нуждается в повелениях. Когда Авраам выиграл битву с царями и увидел, какое богатство Бог давал ему в руки, не было необходимости в том, чтобы Бог сказал ему, Авраам, повелеваю тебе дать десятину. Авраам оглянулся. Я жив. Я вернулся домой. Я не ранен. Я посмотрел на богатую добычу. Мне нужно отдать десятую часть. Давайте откроем первое послание к Иоанну. Давайте кое-что проясним. В первом послании к Иоанну, 4 глава. В 13 главе от Иоанна написано, «Заповедь новую даю вам». Друзья, скажу вам сразу. Всегда, когда Иисус говорит об исполнении Его заповеди, Его заповедь, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Это есть Его заповедь. Когда Бог говорит, если человек соблюдет заповеди Мои, Он имеет в виду заповедь любви. А значит, когда Он говорит, «Идите и научите все народы, учая их соблюдать все, что Я заповедал вам», Он имеет в виду 22 главу от Матфея. Он имеет в виду 22 главу Евангелия от Матфея. Он не имеет в виду другие заповеди. Если бы Он это делал, Он бы так и сказал, как в Евангелии от Марка, 10 главе. Когда Бог говорит о заповедях, Его заповедях, Его заповеди очень просты. Две заповеди. Именно о них Он и говорит. Что вы ответите, когда попадете в рай? И вам скажут, «Ты не исполнил заповеди, а вы на это, Господи, я не мог исполнить все заповеди, потому что не знал их всех». Когда Он говорит о Своей заповеди, Его заповедь «Возлюби Бога твоего всем сердцем, твоим душою, всею крепостью и разумением, ближнее в твоего, как самого себя». Это и есть Его заповедь. Давайте кое-что посмотрим. «Откройте 1 Иоанна 4 главу, и вы увидите, сегодня вечером я учу о процветании. Сегодня я буду проповедником процветания». «Я учу об изобилии, потому что закон изобилия – это закон любви». Открыли 1 Иоанна? «О, слава тебе, Господь!» «Слава Иисусу!» 1 Иоанна 4, стих 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть...» «Бог есть что?» «Бог не только любит, Он Сам...» «Хорошо, с этого момента, друзья, потому что Бог есть любовь, всякий раз, когда вы будете открывать Новый Завет и читать слово «Бог», добавляйте «Который есть любовь».» «Нет, нет, я имею в виду, когда вы увидите слово «Бог», скажите «Бог есть любовь». «Он есть любовь», и вы говорите «Бог, Который есть любовь». Я вам сейчас покажу. Я хочу, чтобы вы это поняли. Откройте 1 стих, 1 Иоанна 4. Сейчас я покажу. Всегда, когда будет упоминание Бога или Троицы, я буду говорить, кто Он. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, Который есть любовь». Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия, Который есть любовь, и Духа заблуждения, узнавайте так. «Всякий дух, Который исповедует Иисуса, Который есть любовь, пришедшего во плоти, есть от Бога, Который есть любовь. А всякий дух, Который не исповедует Иисуса, Который есть любовь, пришедшего во плоти, не есть от Бога, Который есть любовь, но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь уже в мире». Дети, вы от Бога, Который есть любовь, и победили их. Ибо тот, кто в вас, и который есть любовь, больше того, кто в мире, и кто есть эгоизм, Они от мира, и потому говорят по-мирски, и мир их слушает. Мы от Бога, который есть любовь, знающий Бога, который есть любовь, слушает нас. Кто не от Бога, который есть любовь, тот не слушает нас. Посему узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, который есть любовь, и всякий любящий рожден от Бога, который есть любовь, и знает Бога, который есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, который есть любовь, потому что Бог, который есть любовь, и есть любовь. В церкви подобные проповеди часто слушают с таким отношением. О, ладно. А что дальше? Именно это я и хотел объяснить. Именно то, что Иисус хотел объяснить, именно это пытались объяснить апостолы. Дальше ничего не будет. Сначала ты должен понять это, чтобы было что-то дальше. Это сила, которая движет всем. Радуйся, когда звучит проповедь о любви. Пляши, когда звучит проповедь о любви. Танцуй, когда звучит проповедь о любви. Я объясню почему. Потому что мы понимаем, что в нас больше эгоизма, чем любви Агапы. И что нас не так сильно, как мы думали, беспокоит судьба других людей, особенно когда затронуты наши личные интересы. Ай-яй. Ай-яй. Более того, рождение свыше подтверждается любовью. Откройте 1 Иоанна 3. Мы узнаем, действительно ли вы рождены свыше. 1 Иоанна 3, стих 13. 1 Иоанна 3, стих 13. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Понятно? Не пытайтесь заставить мир любить вас. Они и должны ненавидеть вас. Так же, как грешник должен грешить, мир должен ненавидеть вас. Не обижайтесь на грешников за то, что они грешат. «Лорд, какой стыд! Ты слышал, что они, лорд? Ай-яй-яй! Не знаю, что ей сказать. Грешники грешат». Стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Откуда мы знаем? Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Давайте прочитаем 14 стих в расширенном переводе. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Потому что любим братьев других христиан. Не любящий брата пребывает, остается постоянно, удерживается в духовной смерти. Вот что Бог говорит. Вот что Он говорит. Друзья, послушайте. Вот свидетельство того, что вы перешли из смерти, духовной смерти, в духовную жизнь. Это относится к процессу рождения свыше. Человек переходит из смерти в жизнь, рождается свыше. Он говорит. Вот свидетельство. Вот оно свидетельство. Ты любишь братьев. Он говорит. Если ты не любишь брата, если ты вышел из молитвенной комнаты и говоришь, что только что получил спасение, а после этого, видите, вон того, я терпеть его не могу. Бог говорит. Вы не знаете, что все еще пребываете в духовной смерти, несмотря на то, что вы пребывали в молитвенной комнате, вы все еще духовно мертвы. Потому что свидетельство... Откройте 13 главу Иоанна. Вот оно свидетельство. В Евангелии от Иоанна 13 глава Он говорит, «Потому узнают все». Он возвращается и говорит им, «Заповедь новую даю вам». Новую заповедь. Вы меня слушаете? Иоанна 13. Извините. Замедляю темп. Иоанна 13 глава. И где-то в конце он сказал, «Новую заповедь». Вы читаете? «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как и я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга». А теперь взгляните на следующий стих. «Потому что узнают все, что вы мои ученики». Как узнают? Если вы будете любить. Как вы можете после этого говорить мне, «Я спасен и с полным духом освящен, крещен в огне. Иисус на моей стороне. Помогите мне». Правильно, потому что вы еще в это не вошли. «Потому что если вы не любите своего брата, если вы не любите своего брата, вы мертвы духовно». Это отличает нас от других людей. Так люди могут понять, кто мы и откуда. «Но самых злых людей из тех, кого я когда-либо встречал, я встретил их в воскресенье утром в одиннадцать часов». Мы можем проклинать, как никто другой. Мы можем сделать себе так плохо, что хуже не бывает. В церкви есть люди, жаждущие того, что Бог дал нам, когда мы приняли спасение. Как это возможно? Должно быть, когда приходим в церковь, каждая церковь должна быть оазисом любви. Я не призван любить. Мы все призваны любить. Каждый человек призван любить. Каждый человек. Аллилуйя, я пророк. И время от времени у меня бывает плохое настроение. И я злюсь и становлюсь раздражительным. Могут сказать людям, «Замолчите и идите в ад, ведь я же пророк, а если кто достанет пророка, такое бывает». Нет, вы не пророк. Вы человек, который не перешел из смерти в жизнь. И сейчас разыгрывает помазание. Но если в вас нет любви, я не хочу служить вас, потому что ваши слова ложь, потому что ваша гордина упала, и теперь все будет не так, как должно быть. И не говорите мне, и не говорите мне, что потому что вы пророк, вы не можете держать себя в руках. Разве вы не понимаете, если вы пророк, это значит, вы должны быть самым сдержанным человеком, самым добрым. Вы должны быть самым любящим, а не злым, грубым и невежественным, потому что вы пророк, и вас слушают толпы людей. Вы должны источать любовь больше, чем кто-либо другой. Пасторы, это не дает вам право обижать людей, которые служат вам. Вы должны любить их, а не обижать и не унижать их. Любить их, они служат вам. Более того, возьми кошелек и дай им денег. Они тебя благословляют. Не превозносись над ними, а не называй свое отношение помазанием. Нет, кое-кому нужно проверить свои манеры. Кое-кому нужна любовь. Не нужно избивать своих прихожан. Они и так изранены, потому что они в церкви. Их били, пинали, валяли в грязи, и они приходят в церковь не с тем, чтобы это продолжалось. Им нужен проповедник, который скажет, у тебя все получится, вперед, все будет хорошо, ты упал, но можешь подняться, сейчас тебе плохо, но утром все исправится, не переживай, все получится, все будет хорошо. Нет, ему не нужно, чтобы ты выходил и говорил, ты старый грязный пес, ты такой противный и нищий и глупый, потому что ты никогда не делаешь того, что тебе говорят, и мне все равно, вернешься ты когда-нибудь в церковь. Никому не хочется выслушать такое. нечто подобное я говорил и сам, потому что научился у некоторых преподобных. Я думал, так и надо поступать, ведь нельзя же допускать, чтобы приходили всякие и садились тебе на голову. Нужно каждого поставить на свое место, но на самом деле я хотел оградить себя, я хочу с вами об этом поговорить. Две. Можно поговорить с вами об этом? Две самые большие силы на планете Земля — любовь и эгоизм. Эти две силы управляют всей жизнью. послушайте меня внимательно. Римлянам 8 глава здесь написано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Стих 2. «Потому что закон...» А закон — это принцип, действующий на любого, кто попадает под его от действия. Например, закон притяжения. Он гласит, что яблоко всегда падает на землю. Он гласит, что всякий, кто залезет на крышу и спрыгнет с нее, упадет. Черный, белый, тощий — не имеет значения. Закон притяжения нелицеприятен. «Потому что закон Духа Жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Задумайтесь вот о чем. Основание любого греха — эгоизм. Абсолютно любого. Любой грех и любое дело плоти основано на эгоизме. Блуд основан на эгоизме. Закон греха и смерти — это закон эгоизма. Закон Духа Жизни в Иисусе Христе — это закон любви. Следите за моими мыслями. Невозможно проявление дел плоти невозможно проявление греха, если нет основания эгоизма. Для того, чтобы грех выжил, нужен эгоизм. А для того, чтобы выжил плод Духа, нужна любовь. любовь Божья — это закон Божий в Божьем Царстве. А закон эгоизма — это закон в Царстве Тьмы. Чтобы проявить себя, сатана должен заставить вас думать лишь о себе. А теперь пролистаем Писание. Начнем с Эзекииля. Вы видите Люцифера, прославленного, прекрасного, помазанного Керувима. Но смотрите, что произошло. Он начал обращать внимание на свое величие, и после этого видим в нем грех гордости или грех. Посмотрим на Адама и Еву. Они мыслили о Боге. Приходит сатана, и Слово меняет их мышление. Слово меняет мышление. Слово меняет мышление. Негативное Слово делает мышление негативным, делает эмоции негативными, и человек принимает негативные решения, делает негативные поступки, которые становятся негативными привычками, которые превращаются в негативный характер, и человека ждет негативный конец. Все это началось с негативного семени. Но Слово Божье производит в человеке мышление Божьего Слова, которое производит эмоции Божьего Слова, решение Божьего Слова, действия Божьего Слова, привычки Божьего Слова, характер Божьего Слова, которые приведут человека к цели Божьего Слова. Итак, сатана проявляется в Эдемском саду, и понадобилось лишь Слово. Что сказал вам Бог? Он сказал, мы можем пользоваться любым деревом, кроме того. Он сказал, если съедим плод того дерева, умрем. А сатана, не умрете. Слово-мысль. А сейчас решение. Когда вы вкусите плод от этого дерева, станете как Бог. Теперь я в центре моего внимания. На этом основании возникает грех. Друзья, если быть честным с собой, когда вы злитесь, послушайте меня. Там, где есть эгоизм, будет и страх. Почему? Потому что первый закон эмоциональной, человеческой, эгоистичной любви — это самосохранение. Первый закон любви Агапе — это сохранение других, стремление уберечь других. Будьте честны с собой. Я начал кое-что замечать. Когда Таффи собиралась сотрудничать с кем-то в музыкальном бизнесе, а я не хотел, чтобы она с ними связывалась. Я ехал в аэропорт, она позвонила, рассказала о том, что происходило, и я разозлился. Господь сказал мне, «Чего ты боишься?» Я сказал ему, «Ты имеешь в виду, на кого я злюсь?» Он сказал, «Нет, ты выражаешь свой страх через гнев». Я был поражен. Когда ты даешь кредитную карту своей жене, а сам уезжаешь из города на конференцию, она идет по магазинам. Один день, ладно, два-три дня, и это тебя уже злит. Почему? Потому что это злит. Сколько ты еще будешь тратить? Ты выражаешь свой страх через гнев. Итак, друзья, в следующий раз, когда будете злиться, спросите себя, «Чего я боюсь?» Боюсь нужды, боюсь, что она потратит больше, чем могу себе позволить. На самом деле, ты пытаешься оградить себя. Если ты будешь так поступать и поставишь меня в такое же положение, и я не знаю, могу ли я выйти из него. Я боюсь, и страх должен защитить меня. Я вам кое-что покажу. Евангелие от Луки, 6 глава. Почему Иисус поставил нас в это положение? Почему ты просишь нас об этом, Господи? Это трудно. Нет, вы еще не знаете, что такое трудно. Откройте Луки, 6 глава. Вам все еще нужна жизнь с избытком, наполненная и переполненная? Потому что в некоторых церквях, слушая такую проповедь, люди говорят, «Не знаю, нужно ли мне это?» Потому что возникает вопрос, «А как же я?» Прочтите это. Задумайтесь. Стих 27. Луки 6, 27. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас». Ладно, я сейчас все объясню. Если вы узнаете, что у вас есть враг, он должен быть первым в вашем рождественском списке. Что ты имеешь в виду? Быть нравственным невозможно без поступков. Нравственность — это больше, чем просто «я люблю тебя». Это «я приду и совершу поступок, который обратит твое внимание на то, что я хочу сказать». Послушайте. Благословляйте проклинающих вас. Скажите что-нибудь позитивное о тех, кто говорит негативное о вас. И молитесь за обижающих вас. Дальше. «Ударившему тебя по щеке, подставь!» Он не сказал «отвернись». Он не сказал «отвернись». Поставь и другую. Это кое-кого задело. Вы уже готовы уйти? Уже пора идти. Пора идти на концерт. Пора идти на концерт. Идти на концерт. Потому что мы были научены гордыне. Мы были научены эмоциональной любви. «Только тронь меня, и я тебя придушу!» Это часть нас. Это автоматическая реакция. Даже не нужно думать. Удар! Ты говоришь «подставь другую щеку!» Когда он ударил меня по этой. А Господь знает, сколько я могу вынести. Послушайте меня. Вы понимаете, что находится по ту сторону от выполнения его повеления? Ты думаешь, что твоя сила в твоей гордости? Ты думаешь, что твоя сила в том, что ты можешь? Ты короновал себя Божьей короной. Если ты ставишь себя на место Бога, то что ты берешь на себя, становится твоей ответственностью. А то, что берет на себя он, становится его ответственностью. Он не позволит, чтобы ударили по другой щеке, если вы сразу же с любовью скажете, «Хочешь, ударь и по другой!» Он не ударит. «Ну, брат, доллар, не знаю. Я не верю, что Бог желает, чтобы нас били налево и направо». Вы не так поняли. Иисус проповедует... А им эта проповедь не нравится. И в Библии написано, «Посмотрите, они наложили на него руки и начали толкать его к обрыву». Хотите увидеть нечто особенное? Они столкнули его к обрыву. Кто-то спрашивает, «Зачем?» Они собирались сбросить его с этого обрыва вниз головой из-за того, что он проповедовал в церкви. У меня тоже были такие проповеди, и сегодня, возможно, одна из таких. Но знаете, что произошло? Когда он включил любовь, а они готовы были сбросить его с обрыва, они не смогли его найти. Он выскользнул. Разве это не сильно? Какая сила в этой истории? Вы когда-нибудь видели эти соревнования, в которых поросенка натирали маслом, и потом нужно было его поймать? Какой-нибудь мальчишка прыгал на него и хватал изо всех сил и думал, что поймал, а этот поросенок выскальзывал у него из рук. Вот так должно быть и с нами, когда Божья любовь есть в нашей жизни. В тот момент, когда дьявол думает, что он нас схватил, мы такие скользкие от масла. Он думает, он нас схватил, а мы вылетаем из его рук и говорим, ничего у тебя не вышло. Почему нам так трудно соблюдать эту заповедь? Я не желаю ходить в любви Божьей. Я хочу быть помазанным. Я именно об этом. Также вера без дел мертва. Помазание невозможно без любви. Не будет никакого помазания, если не будет любви. Побеждая зло добром, мы получаем настоящее, реальное помазание.